Если у тебя есть хотя бы немного опыта, то ты уже, наверное, столкнулся с тремя фактами. Факт первый. У тебя уровни поддержки и сопротивления не работают, либо работают через раз. Процентов 25, наверное, случаев. Факт второй. У профессиональных трейдеров, которых ты замечаешь на форумах, средствах массовой информации, почему-то уровни поддержки и сопротивления всегда работают и всегда отрабатывают. Ну и в-третьих, ты, наверное, уже встречал статистику, что уровни поддержки и сопротивления работают в большинстве случаев. Как же так получается, что у тебя уровни поддержки и сопротивления не работают, а у всех остальных работают? Что ж ты делаешь не так? Сегодня я расскажу, что конкретно ты делаешь не так. Первое. Уровни поддержки и сопротивления нужно ставить в местах, где было сильное движение. Уровни поддержки и сопротивления должны быть очевидным для большинства, Ведь работают в свою очередь области поддержки и сопротивления, уровни поддержки и сопротивления только по той причине, что это видит большинство. Позволь мне показать, что я имею в виду. Если ты поставил уровень поддержки и сопротивления, он работает не потому, что это магия или что-то в этом духе, а потому что этот уровень поддержки и сопротивления замечают все, выставляют здесь отложенные ордера. И этих отложенных ордеров становится так много, что в рынках не находится, в моем примере, достаточного спроса, чтобы этот уровень пробить, чтобы поглотить все эти лимитные ордера на продажу, вследствие чего рынок у нас и разворачивается. Эти места должны быть очевидны. Если ты поставишь уровень где-то вот здесь, вот здесь, в месте, где его никто никогда не увидит, понятное дело, что там не будет такого количества покупателей и продавцов, которые способны повлиять на рынок. Своим студентам я обычно рекомендую ориентироваться на самые ближайшие большие волны. Вот перед тобой график. Где ты здесь можешь поставить уровень поддержки и сопротивления? Но очевидно, что сюда можно поставить уровень сопротивления, поскольку после этого в рынках произошло очень серьезное движение. Также уровень можно поставить вот сюда, поскольку после этого в рынках было достаточно большое движение наверх. Также уровень можно поставить вот сюда, поскольку после этой точки рынок тоже развернулся. Обратите внимание, как мы сейчас график разбили на три составные части. Мы ориентировались на вот эту большую волну, мы ориентировались на вот эту большую волну, мы ориентировались на вот эту большую волну. И у основания и вершинки этих волн мы поставили уровень поддержки сопротивления. Означает ли это, что рынок на этих уровнях развернется? Конечно же нет. Но с огромной вероятностью здесь обязательно что-то будет в будущем происходить. И что-то в будущем может произойти, какая-то остановка, в общем ситуация, на которой ты сможешь заработать деньги. Здесь мы переходим ко второму пункту, почему у тебя не работают области поддержки сопротивления, уровни поддержки сопротивления. Потому что ты выставляешь уровни поддержки сопротивления слишком много. В итоге у тебя происходит так называемая заспамленность графика. Позволь мне показать, что я имею ввиду. Это очень частая ошибка, в особенности у наших студентов, это первая ошибка, которую не допускают. Приходится достаточно долго с этим бороться. Поскольку когда ты начинающий, ты еще не понимаешь, какие волны, на что ориентироваться. И в итоге у тебя появляется достаточно много этих уровней. Так, например, вот здесь ты бы мог ориентироваться на вот эту волну и поставить вот здесь еще уровень. Потом бы ты, скорее всего, поставил бы вот здесь вот уровень. В итоге уровней становится чрезмерно много и не особо понятно, с какого уровня торговать, где принимать торговые решения. Это все, конечно, обусловлено, во-первых, отсутствием опыта, а во-вторых, желанием заработать как можно больше и как можно больше торговать. Придерживайтесь общего правила. Пусть у вас будет меньше уровней, но зато они будут более очевидны. На графике вам достаточно всего лишь трех уровней. Даже двух будет более чем достаточно. Сделай уровни таким образом, чтобы ты мог торговать с использованием своего торгового стиля и при этом не переторговывать. Например, если ты торгуешь внутрь дня, достаточно одного-двух уровней, таких, до которых рынок дойдет в процессе дня. Если ты торгуешь, например, в средний срок и держишь сделку по несколько недель, например, ты можешь поставить такие уровни, до которых рынок дойдет как минимум хотя бы до одной недели. Например, если бы вот здесь мы, предположим, торгуем завтра, если бы мы вот здесь, например, убрали бы этот уровень, обрати внимание, что нам бы пришлось ждать очень долго движения сюда. Ну, предположим, рынок бы пошел вниз, потом пошел наверх, а может быть он сюда не дошел. В итоге у тебя появляется хаотичная торговля. Проще где-то здесь найти промежуточный уровень, как я его поставил, и, соответственно, торговать. Но мы не делаем больше. Не делаем больше, потому что это лишено смысла, и это не имеет ни малейшего смысла как такового. Если у тебя с этим будут проблемы, я более чем уверен, что если ты начинающий, у тебя 100% с этим будут проблемы. Переходи тогда на вышестоящий временной интервал. Допустим, торгуешь ты 5-минутку, умножь это на 6, умножь это на 10, ну, то есть вот это значение. Значит, нам нужно перейти примерно где-то на 30 минут, на час, и на часовике уже определить уровни. Точно так же пользуясь тем же самым принципом, про который я говорил. Смотрим ближайшую волну, вот у нас есть ближайшая волна. Мы уже поставили этот уровень, и по верхушке, и по низу ставим эти уровни. Ну, и также можем поставить посередине, если рынок нам это позволяет. Все больше нам делать ничего не нужно. Этого будет более чем достаточно. Давай с тобой сделаем в какой-нибудь сложном месте. Предположим, вот здесь. Вот такая ситуация, достаточно неопределенная, такая большая. Флет что-то напоминает, где здесь поставить уровень. Вот у тебя рынок предоставляет возможность здесь поставить уровень. Предоставляет возможность вот здесь поставить уровень. Видишь, после этого было серьезное движение. И предоставляет возможность вот здесь поставить уровень. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы... Кстати, обрати внимание, как это довольно неплохо сработало. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы потом впоследствии торговать и находить хорошие точки входа. Если ты видишь, что рынок уже улетел от твоих уровней, просто переставляй их на другое место. И вот перетаскивай эти три уровня потихонечку, потихонечку. Все то, что я сейчас говорю, относится и к бычьим, и к медвежьим рынкам, и к рынку криптовалют, к любым временным интервалам. Главное, улови просто общий принцип. Перейдешь на вышестоящий временной интервал, и там, соответственно, выставляешь область поддержки и сопротивления. И потом это все отторгуешь на том временном интервале, на котором ты собираешься это брать. Звучит для тебя, наверное, сейчас сложно, в особенности, если ты начинаешь. Я не знаю, как тебе здесь сказать проще. Улови общую логику. Открываешь вышестоящий временной интервал, находишь самую ближайшую волну, выставляешь области, переходишь на небольшой временной интервал, и там уже совершаешь торговую сделку. Хорошо. Третье. Торгуй уровни поддержки и сопротивления исключительно по тренду с учетом АТР. Помни общее правило. Рынок чаще продолжает свое дальнейшее движение, нежели разворачивается. Что имеется в виду? Когда мы выставляем области поддержки и сопротивления, вот вы, например, поставили уровень, да? Как обычно происходит? Из-за того, что вы поставили уровень, что вы здесь обычно ожидаете? Более чем уверен, что многие люди здесь ожидают разворота вниз. Но это, к сожалению, будет случаться, но будет случаться достаточно редко. Зачастую рынок будет продолжать свое дальнейшее движение. А вот действительно понять, рынок все-таки пробьет это движение, да? Пробьет этот уровень. Пойдет ли он дальше? Или он сейчас развернется, тебе поможет АТР? Мне сейчас не уместить, к сожалению, тему АТР в это небольшое видео. У меня на эту тему АТР есть отдельный вебинар. Он находится здесь на YouTube. Нигде не надо регистрироваться. Я тебе ссылку оставлю в подсказках. Перейти и с ним ознакомься. Но суть такова, что ты всегда следишь за размером волн. Если ты замечаешь, что в среднем у тебя бычьи волны, например, длятся 100 пунктов, рынок подошел к твоей области, в моем случае, сопротивления, и уже преодолел эти 100 пунктов, это означает, что сейчас с огромной вероятностью будет разворот. Но если у тебя будет происходить другая ситуация, например, рынок подошел и к этому моменту прошел не 100 пунктов, а, например, 50 пунктов, с большой вероятностью возрастает вероятность дальнейшего движения дальше, выше. Вот такая нехитрая логика. Это знают все профессиональные трейдеры, но про это обычно толком никто не говорит. Это вот я вот по своей глупости палю на этом канале, в общем-то, определенные секреты. Поэтому я бы был рад, если бы ты подписался на мой канал и нажал бы лайк этому видео, чтобы YouTube это заметил, в будущем тебе рекомендовал мои видео, ну и также мой канал Рост, и тем самым ты бы меня отблагодарил за те секреты, которые я говорю на этом канале. Потому что тема волатильности, так называемого АТР, и она позволит тебе понимать как раз таки, где сейчас находится рынок. Он сейчас дорогой, либо он сейчас дешевый, и не зная темы АТР, торговать в принципе невозможно. Хорошо. Торгуй уровни поддержки сопротивления исключительно по тренду и исключительно с пониманием АТР. Что же касается движения по тренду. Ты открываешь вышестоящий таймфрейм. Допустим, ты торгуешь на 5 минутки. Тебе необходимо открыть час, ну либо 30 минут. И посмотреть там, куда идет рынок. Если он идет наверх, глупо ожидать разворота от уровня. Ориентируйся, что рынок пробьет уровень, откатит к нему и пойдет дальше наверх. Постарайся не искать разворота от уровня. Таким образом, ориентируясь на трендовое движение, на АТР, ты исключишь возможность появления ложных сигналов. Слово сказать, одного этого пункта уже будет достаточно для того, чтобы торговлю с уровнями поддержки и сопротивления конкретно у тебя вывести на совершенно иной уровень. Будешь это применять, начнешь потихонечку зарабатывать. Скажем так, зарабатывать не обещаю, но если будешь это применять, то что я сейчас сказал, у тебя количество срабатываний поддержки и сопротивления вырастет просто кратно. Увидишь, увидишь, я понимаю твой скепсис, увидишь, вот начни это применять, и ты реально заметишь, что это так. На областях поддержки и сопротивления жди появление сигнала, не входи в касание. Зачастую мало выставлять области поддержки и сопротивления. Если ты поставил уровень или там область поддержки и сопротивления, это не означает, что тебе нужно здесь поставить отложенный ордер, например, на продажу в моем случае. Но это означает, что если рынок подойдет к этой области, пройдет АТР, и здесь у тебя появится сигнал, например, на продажу, ты можешь тогда брать этот сигнал на продажу. Но в других случаях жди, чем это закончится. Потому что ситуации бывают разные. Зачастую рынок может просто пробить эту область, либо пробить тебя, исполнить по стопу, а потом развернуться. Я думаю, что ты с этим очень часто сталкивался, когда тебя выбивало по стопу, а после этого рынок разворачивался в обратную сторону. Если есть у тебя возможность в это время следить за рынком, следи за рынком и принимай решение. Если у тебя нет возможности следить за рынком, проще входить не отложенным ордером, вот здесь вот на продажу, например, не лимиткой, а заходить через стоп, то есть поставить вот здесь вот селл стоп свой, вот тут, с расчетом, что когда рынок пойдет вниз, например, если все-таки произошел пробой, ты бы зашел тогда в позицию. Ты зайдешь немножко по невыгодному, грубо говоря, курсу, тебя немножко проскользит, но это с лихвой окупится, если сравнивать просто слепой вход отложенным ордером где-нибудь вот здесь на продаж. И последний, самый, один из самых интересных пунктов. На современных рынках уровни поддержки и сопротивления зачастую вышибает. Перед движением может произойти ложный пробой. По этой причине мы всегда стараемся следить за рынком в этих местах и не открывать отложенные ордера. И по этой причине ты всегда сталкивался с тем, что тебя выбивает и стопа, и рынок после этого разворачивается. Обрати внимание, вот не будем далеко ходить, вот у нас здесь есть уровень. Он очень мощный. Обрати внимание, как рынок здесь улетал, здесь улетал. Рынок тоже улетел от этого уровня, но перед тем, как он улетел, он в начале всех исполнил по стоп приказам и после этого улетел. Давай обратим внимание на вот этот уровень. Смотри, какой он мощный. Здесь было движение, здесь было движение. И вот третье движение. Рынок в начале всех отстопил и после этого развернулся. К сожалению, современные рынки торгуются таким образом. Это связано с определенной внутренней механикой. Не будем затягивать это видео. Важно, чтобы ты понимал, что если ты заходишь в позицию, ты должен ориентироваться на то, что может чуть-чуть рынок пробить уровень. И в этом нет ничего страшного. Поэтому я говорю, что лучше заходить через стоп сейчас. Ну, либо ждать, соответственно, движение. Идеальная торговля – это когда происходит подобным образом. Происходит уровень, рынок подходит. К этому моменту он исчерпал АТР. Происходит движение вниз. Происходит колено. И вот здесь ты заходишь в продажу. Стоп приказ выставляешь за этот уровень, либо за это колено. Но тег профит смотришь по обстоятельствам. Я сейчас торгую преимущественно вот именно так. На моем канале есть плейлист с моими сделками. И даже со стейтом можешь перейти и ознакомиться. И будешь делать точно так же. То есть логика здесь очень простая. Я думаю, что ты с этим справишься. Чтобы твои уровни поддержки и сопротивления стали работать, во-первых, ставь их в очевидных для большинства местах, после которых началось серьезное движение. Ориентируйся на самые ближайшие волны. Второе. Уровней поддержки и сопротивлений не должно быть много. Не превращай свой график в заспамленность. Третье. Торгуй уровни поддержки и сопротивления исключительно по тренду с учетом АТР. Четвертое. На областях поддержки и сопротивления жди появления сигнала и не входи в касание. Ну и пятое. На современных рынках области поддержки и сопротивления зачастую вышибают. Смирись с этим. Вот что я тебе еще порекомендую. У меня есть великолепное обучение, посвященное современным рынкам. С помощью них ты, во-первых, научишься выставлять поддержки и сопротивления. Это самая элементарная тема, которую вы узнаете. То есть это просто база. Это вот азбука. Это азбука. Помимо этого, ты будешь понимать вообще, почему работает рынок. За счет чего растет либо падает цена. Почему рынок может пробить уровень поддержки и сопротивления, а может и не пробить. Ты составишь свою торговую систему, которая будет учитывать твой рынок, твой депозит, твой стиль торговли, время твоей торговли и много других параметров. Ну и самое главное, ты научишься зарабатывать деньги на рынке. Будешь зарабатывать так же, как зарабатываю я и так же, как зарабатывают мои действующие студенты. В современных условиях у вас, к сожалению, шансов для заработков не так и много. Рынок, трейдинг, это один из способов заработка, который сейчас еще нам позволение сказать. Это очень болезненная тема для меня. Но тем не менее, для нас это единственный шанс в существующих реалиях как-то выживать, как-то зарабатывать, не потерять свой капитал. И в конце концов, торговать из любой точки мира. Ты можешь завтра переехать куда угодно, хоть в Грузию, хоть в Киргизию и у тебя не упадет социальный уровень. Тебе не нужно будет искать работу, ты можешь торговать из любой точки мира, в любое время, зарабатывать при этом хорошие деньги. Ссылка на все находится в описании, перейди, ознакомься, начинай втягиваться в этот процесс. Если получилось у меня зарабатывать, если получается у моих студентов зарабатывать, у тебя 100% получится. Ссылка на все находится в описании. Зарабатывай, счастливо, всего доброго.